Дорогие друзья, без лишних слов перехожу к делу. Ведь, как говорил Остап Бендер, время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. И мы сегодня поговорим о деньгах разработчиков, которые на самом деле пыль в глаза. И об обещаниях разработчиков, которые на самом деле лапша на уши. А в эфире подпольная правда, которая на самом деле именины сердца. Уже давно ни для кого не секрет, что у нас в стране бюджет на разработку игры тратится таким образом, что в лучшем случае половина денег отправляется собственно на разработку. Остальные сгорают в двигателе торговли, в рекламе. В результате слава об играх обгоняет игры порой на несколько лет. То есть товар еще не появился в продаже, но расхвален уже на все лады. Покупатели-геймеры берут низкий старт и ломятся на Савеловский рынок за пиратской копией, потому что самые раскрученные проекты недоступны для скачивания даже в пиринговых сетях. К примеру, на прошлой неделе всех желающих заполучить компьютерную версию Assassin's Creed на ***.ru безжалостно банили без права переписки. Мы ждем, мы верим, мы платим деньги. Я говорю «мы», потому что порой сам попадаюсь на эту удочку, когда дело касается западных игр. Про русские игры я давно уже иллюзии не питаю, ибо имею представление о русских пиарщиках. Осваивая рекламные бюджеты, они впиваются в игражуров словно пиявки, отваливаются только напившись крови и продавив журнал хоть какую-нибудь статейку. Так уж вышло, что наши игровые журналы разворотили наших же разработчиков и издателей, и давно уже плотно ими прикормлены. Зачастую заинтересованные лица грозятся снять из журнала всю рекламу, если об их творениях рискнут написать что-нибудь не то. А поскольку в России, кроме игромании, все журналы существуют на доходы от рекламы и тиража... Сейчас, братан, время такое, можно здорово подняться. То есть статьи в них настолько, как бы, так сказать, приличные, осторожные, что даже читать тошно, если вообще, конечно, кто-нибудь дает себе труд, это делать. Особняком, вроде как, по моему ощущению, стоит навигатор, где еще крепка пролетарская косточка, но это, что называется, олдскул, книга для всех, не для никого, это большая редкость, подтверждающая правила. Чтобы не быть голословным, приведу пример из жизни, истории шестилетней давности. В мою бытность, главным редактором, одного игрового журнала, я напечатал обзор одной игры, одного русского издателя. Об именах промолчу, ибо ни игры, ни издателя давно уже нет в помине, никто об них не помнит, а журнал сведет и пахнет. В общем, кому надо, тот поймет. Обзор был напечатан по просьбе, она же приказ рекламного отдела журнала. Безымянный издатель этот самый давал нам в месяц рекламы тысяч на 20 долларов. И все с этого, что, мол, как мало появляется обзоров рекламируемых игр. При этом сами игры выкачивались с бесплатных интернет-сайтов, всякие там флешки, закатывались на диски, продавались по 3 бакса за штуку, чистой прибыли 2,5 доллара с одной коробки. Поэтому обзор мой вышел на троечку, больше рука ну никак поставить не могла. Это и так было выше крыши. Но после этого рекламодатели перестали давать нам деньги на рекламу вообще. Мы с издателем журнала ездили на переговоры, чтобы вернуть эти деньги, потому что реклама шла, они не перечисляли. Но переговоры на территории рекламодателя проходили таким образом, что у нас были все шансы остаться не только без рекламных денег, но и без жизненно важных органов. Да я этого фактного мусора давно не люблю. А если я кого не люблю, я нервничаю и плохо с ним общаюсь. Это дело вредит. Тогда, к чести издательского дома, отношения с этим рекламодателем были прекращены. И вскоре он пропал с рынка вместе со всеми своими поделками. Но случай показательный. Зачем ругаться с крупными игроками на рынке, когда можно на что-то закрыть глаза, потом получить благодарность борзыми щенками звонкой монеты и разойтись полюбовно. Зачем? Не за что. Это игровые журналы давно поняли. И о крупных участниках рынка пишут либо хорошо, либо ничего. Объясняет это тем, что на плохие игры в их 250-страничных вариантов не хватает места. Ну да. Если в журнале рекламы 24%, потому что если 25%, то уже рекламный каталог, надо платить другие налоги. Там обычно ровно 24,9% рекламы. Откуда? Место на плохие игры. Все игры хорошие. Что получается в конечном счете? Ситуация с пиарщиками в наших игровых компаниях мне напоминает один случай, о котором я прочел в журнале «Неприкосновенный запас» лет 9 назад. В общем, в времена Хрущева комсомольский съезд на трибуне секретарь комитета ВЛКСМ с Южного Урала. Читает бой, каковы-то доклад в духе Никиты Сергеевича, жестикуляции. Среди прочего бьет кулаком по трибуне и кричит. И вот мы предлагаем американскому президенту давайте деньги. Зал встрепенулся, всем стало интересно. Каких, собственно говоря, денег требует представитель южноуральской молодежи от американского президента? Ну, он сам понял, что там ляпнул не то, стал разбираться с пунктуацией в бумажке с докладом. В конце концов поправился. И вот мы предлагаем американскому президенту давайте деньги, которые тратятся на гонку вооружений, пустим на строительство моста через Берингов пролив. Зал уснул снова. Главная фраза тут – давайте деньги. Я так и слышу это заклинание из уст пиарщиков. Это и всех прочих, обращенных к покупателям, ко мне даже лично. Давайте деньги. Ведь мы так вложились в рекламу. Дорогие покупатели, мы так все расхвалили. Давайте деньги. А вот не дадим, понимаете? Не дадим. Покуда деньги, которые сейчас тратятся на гонку вооружений, на строительство моста через Берингов пролив, на эту рекламу, пока они не будут тратиться на разработку, пока они не будут вкладываться в дело, мы вам денег не дадим. Мы будем качать с ***.ru и ездить на Савеловский рынок. Вот в чем дело. Дорогие разработчики, давайте вы будете разрабатывать, а журналисты будут рассказывать о том, как вы это делаете. Тогда покупатели будут давать деньги. Дорогие друзья, на вы пишите на Правду, как всегда, собака, gamesdefestiv.ru. И до следующего четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова